В последнее время участились случаи высказывания явного недовольства сепаратистами российским миротворческим контингентом. Все чаще собираются у базы РМК в Ходжиалы кучки БОК, весь против чего протестующих. Все громче звучат обвинения от представителей верхушки террористов. Чего добиваются такими выпадами главари квазиобразования? Своим мнением по этому поводу с Баку-ТВРУ поделилась политолог, государственный советник Российской Федерации первого класса Татьяна Полоскова. Я тут фотографию увидела, где здоровенные мужики стоят у аэропорта в Ходжиалы, где российская РМК располагается, и требуют обеспечить им охрану для проведения шествия от Хенкенди в Лачин. Но у меня возникает вопрос, первый вопрос. А если это мирное шествие, зачем охрана? Никто же не собирается их разгонять? Второе. Почему у этих людей не хватает духу или мускулов самим обеспечить охрану участникам этого шествия? Что это за инфантилизм и что это, простите, за бабье поведение в худшем смысле? А третье, что я хочу спросить, эти люди вообще в адеквате? Насколько мне известно, они стояли у российской базы и кричали, требовали Ленцова, командующего. А простите, вы кто такие? Чтобы Ленцов по вашему свистку выскакивал на встречу с вами? Соблюдайте субординацию, встречайтесь с такими же, как вы. Причем тут человек, который занимает пост, у которого без вас полно дел на самом деле. Тем более никто вам ничем не угрожает. Вас что, режут, окружают дома? Вы знаете, я согласна с моими московскими коллегами, которые сейчас называют эту команду, оставшуюся вот в Хенкенди, и которая чинит полное безобразие на пиар, на потребу пиара, называют их взбесившаяся деревня, но иначе не назовешь. Для чего это делается? Все достаточно примитивно. Это делается для того, чтобы показать, что российские миротворцы не в состоянии обеспечить им должную охрану, то есть не водят их из буфета до туалета. Второе, если это так, то, допустим, нам пришлют европейцев, а России здесь делать нечего, и т.д., и тому подобное. Это агония. Это агония. Я думаю, не стоит здесь допускать провокации, но обращать внимание на этих людей, которые, кроме как бегать и кричать, ничего больше не умеют, которым абсолютно наплевать на свои семьи, на своих стариков-родителей, на женщин, иначе бы они работали, а не занимались бы подобными вещами. Обращать внимание смысла уже нет. Это агония, которая скоро закончится, и никто туда европейцев им посылать не будет. Это совершенно очевидно. Во-первых, для того, чтобы кто-то зашел на территорию, необходимо согласие Азербайджана. Вот будет согласие, зайдут, а не будет, все кричать.